МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы можете позвонить, задать свой вопрос или высказать свое мнение. Я вас познакомлю с гостями в нашей студии. Сегодня имя стали исполняющие обязанности заместителя министра экономики Республики Татарстан Индира Киреева. Индира, здравствуйте. А также Шамиль Хусаинов, предприниматель. Шамиль, вас также рады приветствовать в нашей студии. Итак, обсуждаем инвестиционный климат нашей республики. И как раз-таки мы здесь традиционно в лидерах. Расскажите, какое место мы сейчас занимаем и по каким критериям отбирали победителей? По итогам 2018 года мы остались, конечно, в тройке лидеров, но мы, к сожалению, заняли третье место. Хотя до этого у нас было первое место. В этом году мы уступили место Тюменской области и городу Москве. Сейчас, получив третье место, мы ведем большую работу над ошибками, поскольку здесь затронуты те критерии, которые обеспечивают максимально комфортную среду для предпринимателей. Поэтому здесь большая работа проводится с агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Это и по снижению административных барьеров, и по подключениям к электросетям, газосетям. То есть в этом направлении ведется работа. По каким критериям все-таки отбирались у нас как раз те, кто занимает тройку лидеров? Тройку лидеров – это количество времени подключения, какое отношение у предпринимателей вызывает тот или иной процесс. То есть насколько у нас развит инвестиционный климат, насколько у нас удобно получение разрешения для предпринимателей. То есть это те критерии, которые оценивают предприниматели и, соответственно, в целом, получается, оценку дает республике. – Процитирую, вы сказали «комфортная среда для предпринимателей». Шамиль, как раз вы оцениваете, что она меняется, и она действительно становится более комфортной из года в год. – Да, я с этим, скорее всего, соглашусь. Понятно, что контроль со стороны государства также усиливается, но все-таки возможностей появляется больше, особенно очень лаконичных и ясных. – Какими из этих мер вы смогли воспользоваться уже? – Ну, в нашем случае мы воспользовались лизинг-грантом уже дважды, поскольку основные наши, так скажем, инвестиции через лизинговую, через финансовую аренду. Нам очень понравилось, на самом деле, первый раз нам показалось, что это была великая случайность. Но, однако же, приоритет мы именно этому мероприятию отдали. И в этом году, в 2018 году, как-то достаточно все просто прошло. – То есть для вас процедура была достаточно простой, и вы смогли воспользоваться данной мерой поддержки. Расскажите, пожалуйста, какие из всех мер существующих, их достаточно много, если заглянуть на сайте, какие пользуются наибольшей популярностью сейчас у предпринимателей республики? – Наибольшей, я бы, конечно, отметила, это в первую очередь не финансовые меры поддержки, это различные форумы, которые проводятся, это перезагрузка, перезагрузка 2.0 у нас была, это свыше 15 тысяч предпринимателей. – То есть это образование для предпринимателей? – Образование, да. – Да, это тренинги мы проводим различные для предпринимательского сообщества, причем они могут быть также узконаправлены, допустим, там, мама предпринимателя, азбука предпринимателя. – Мы хотим, чтобы в этом участвовали не только города имели возможность участвовать, но также муниципальные районы. У нас есть бизнес-десант, когда мы кустовым методом собираем несколько близлежащих районов, и также мы проводим различные образовательные проекты. – Это и фабрика предпринимательства. Здесь свыше бизнес-десантов, свыше полутора тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. По фабрике свыше 600 предпринимателей принимали участие. Если мы уж все-таки обратимся к финансовым или не финансовым, здесь мне бы хотелось отметить, как Шамиль сказал, это гарантийный фонд Республики Татарстан, который выдает поручительства. Кроме того, есть… – Я предлагаю сейчас как раз показать телезрителям сам сайт гарантийного фонда, куда можно зайти абсолютно любой. – И вот на сайте как раз вы видите, что когда вы заходите на сайт, это единый центр кредитования. Можно заполнить заявку предпринимателям и, соответственно, получить доступ к различным продуктам, которые будут ему способствовать для ведения бизнеса и пополнения финансовых ресурсов. – Здесь мы видим, что можно выбрать тип займа, сумму интересующую, то есть послать первичную заявку, которая будет рассмотрена. – Первичную заявку, которая в течение 24 часов обрабатывается специалистами, и дальше предприниматель получает обратную связь. Есть также мост возможностей, совместно с банком ВТБ было проведено. По поручительствам, то, что Шамиль сказал, в этом году получили около 200 предпринимателей, общая сумма была свыше 1 миллиарда рублей, и это позволило привлечь заемное финансирование на 3,6 миллиарда рублей для предпринимателей. У нас большой поддержкой пользуется фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан, который у нас расположен на Петербургской доме 28, где как раз саккумулированы различные меры финансовой поддержки для предпринимателей Республики. – Если возвращаться к теме нашей программы, говорим про инвестиционный климат, какие мероприятия проводятся в нашей Республике для улучшения состояния климата в нашей Республике, для привлечения инвестиций, в том числе из-за рубежа? – У нас по итогам объявления национального рейтинга мы получили, что у нас есть лучшие регионы, и, соответственно, мы решили посмотреть их опыт и применить его в Республике. Мы тогда совместно с органами исполнительной власти была разработана дорожная карта, по ней мы действуем сейчас, мы и органы исполнительной власти. Было несколько направлений нашей деятельности. Первое – это мы пытались оптимизировать предоставление услуг, госмуниципальных услуг в электронном виде. Для этого на портале госмуниципальных услуг у нас отдельная вкладка появилась для бизнеса, чтобы предпринимателю было комфортно заходить на сайт и уже в одном месте видеть те услуги, которые ему предоставляются. По газификации у нас бизнес-интернет-портал был разработан и сейчас по газификации в режиме онлайн также предприниматель может отслеживать. Сетевая компания большую работу провела, что позволило повысить уровень подаваемых заявок с 14 до 75 в электронном виде. Также по технологическому присоединению количество дней было уменьшено. То есть оптимизация идет по многим направлениям, и мы готовы к общению. Мы бы хотели, чтобы предпринимательское сообщество заявляло, там, где есть проблемы, чтобы оно обращалось к нам, поскольку мы иногда не видим. У нас есть такая возможность прямо здесь, сейчас за этим столом. Шамиль, какие наиболее актуальные вопросы сейчас у предпринимательского сообщества, тем более, что вот сейчас за одним столом можно задать прямой вопрос, чтобы вы выделили ключевые? Ну, если из сферы, что может государство дать, а не забрать, то, конечно, очень полезны такие инструменты, как информационный портал. Потому что ранее, ну, я предприниматель лет 20, ранее приходилось где-то слышать, где-то спрашивать каких-то знакомых, сказать, то есть информирование предпринимателя очень важно. Также очень важен, ну, скажем, принцип одного окна. То есть сегодня даже если взять лизинг-грант, возьмем как бы маленького предпринимателя, там, до 10 человек, я не знаю, там, 50 миллионов в год, он немножко боится заполнения разного рода документов сложных. Вот, и, естественно, он может воспользоваться консультантами, как бы вне министерства есть консультанты, частные консультанты, и они помогают. Но на самом деле это не сложнее, чем заполнить, я не знаю, документацию для ФРС при сделке. То есть если это сделать еще легче, как в ГИБДД регистрируя регистрацию автомобилей, то будет как бы еще один прорыв. То есть можно будет, ну, по крайней мере, покрыть самые отдаленные точки, так скажем, предпринимательства в республике. Вот. Это второе существенное, так скажем. И, наверное, максимально исключить посредников. Понятно, что банки, как финансовые институты, инструменты, они порой обязательны, поскольку есть понятие оценки рисков и так далее, и министерство не совсем, наверное, должно этим заниматься. Однако здесь что первично? То есть если банк первичен, и он выбирает, кому вообще рассказать об этом, и кому не рассказать, не совсем правильная политика. Вот. Поэтому вот единый центр кредитования, когда я получал подобные, так скажем, блага от государства, его не было. Сегодня, я так понимаю, что обычный предприниматель, который имеет пользоваться интернетом, а сейчас, наверное, других и нет, он спокойно за 24 часа получит хотя бы, что он, где он не такой. Это так? Да, это так. Действительно, мы сейчас именно на сайте гарантийного фонда, то есть есть такая возможность. Кроме того, у нас есть фонд поддержки предпринимательства, где представлены все виды финансовой поддержки. Есть консультанты, которые оказывают услуги безвозмездно, помогают заполнить документы. Это и по лизинг-гранту, и есть у нас там центр экспорта. То есть это различные наши центры при фонде поддержки предпринимательства, которые находятся на Петербургской, 28, в которые могут обратиться предприниматели и получатся консультационные услуги. На сайте министерства предоставлена информация, на сайте фонда поддержки предпринимательства. Кроме того, по вторникам у нас в Доме предпринимателя на Петербургской, 28, осуществляется прием граждан, где также предприниматели могут прийти и задать интересующие их вопросы. Я так понимаю, то, что мы сейчас перечисляем, входит в понятие снятия административных барьеров, о чем часто говорим в нашей программе. Расскажите, что в себя включает это понятие, и такая задача по-прежнему стоит перед министерством экономики? Да, снятие административных барьеров – это основная болевая точка, скажем так, по которому мы получили низкие баллы. Причем это сейчас обсуждается не только на региональном уровне, но также это на федеральном уровне. У нас в середине января, в 15-17 числах, прошел Гайдаровский форум, где как раз Дмитрий Анатольевич Медведев про это рассказывал, что необходимо снизить административные барьеры, поскольку очень много препятствий, каких-либо требований для предпринимателей, которые, так называемые динозавры, уже с советских времен остались. Их сейчас надо оптимизировать. То есть в этом году будет основная работа именно направлена на это. То есть федеральные направления заданы. Я думаю, что на региональном уровне мы тоже сможем максимально сделать для того, чтобы было комфортно предпринимателям. Шамиль, вас, конечно, к динозаврам не отнесешь. 20 лет в бизнесе вы не застали тогда советскую эпоху. Но, тем не менее, насколько вам сейчас бывает где-то сложно преодолеть этот административный барьер? Ощущаете ли сложности при подаче куда-то документов? Необходимость донести какую-то справочку? Ну, сказать, что этих сложностей до сих пор нет, нельзя. Надо быть объективным. Однако с момента, скажем, 10-летней давности, конечно, их стало меньше. Даже, может быть, за неправильное выражение, не меньше их стало, они стали яснее. Поскольку понятие развития, ну, по крайней мере, в нашем понимании, это процесс преодоления препятствий. И поскольку взаимодействие с государством процесс двусторонний, то, чтобы развитие было легче, надо препятствия просто снижать. То есть, когда тебя консультируют по телефону, если ты чего-то недопонял по сайту, когда тебя спокойно не разворачивают и не рассказывают, что дальше делать, это снижение препятствий. То есть, просто нужно как бы с предпринимателем договариваться. Предприниматель ведь очень гибкий и всегда готов договариваться. Главное – договориться. Если это принцип одного-одна, тогда он будет по правилам работать. По правилам этого окна. Неясность в основном губит развитие. Неясность. Ну и сейчас перейдем к голосованию. В рамках темы нашей программы. Так, наша группа ВКонтакте, телеканал Татарстан24. Вопрос на сегодня. Стоит ли России в ближайшее время рассчитывать на зарубежные инвестиции? Следующий вариант ответов. Нет, инвестиций из-за рубежа будет все меньше. Это пока самый популярный вариант ответа. Ряд бизнесменов все же будут инвестировать в экономику России. Прогнозы в данном направлении делать сложно. И другое. Но сейчас пока наиболее негативный прогноз популярен среди наших пользователей. Индера, подскажите, как бы вы проголосовали? И так ли это? Отражает ли статистика действительность? Ну, зная определенную информацию, я могу сказать, что ряд бизнесменов все же будут инвестировать в экономику России. У нас есть определенный пул проектов, по которым инвесторами выступают зарубежные страны. Соответственно, они готовы. Им интересна наша территория. В России, в частности, в республике Татарстан есть пул проектов, который готов реализовываться. То есть, сейчас идет процесс согласования определенных. Российская Федерация, она интересна как инвестплощадка для зарубежа. Шамиль, как бы вы проголосовали и, общаясь с предпринимателями, какие слухи в ваших кулуарах ходят относительно инвестиций из-за рубежа? Ну, мы по факту знаем, что инвестиций из-за рубежа стало меньше. Это к нулю никогда не придет, потому что, я не знаю, здесь Карл Маркс еще говорил, что нет такого преступления, на которое не пойдет капитал. Соответственно, международные инвестиции – это нормальное явление. Наша страна, в конце концов, как говорится, на шелковом пути здесь. Иначе не может быть. То есть, все-таки ряд предпринимателей продолжат работать с Россией. Я думаю, что инвестиционный портал будет этому способствовать. Расскажите про этот проект. У нас есть инвестиционный портал Республики Татарстан, Инвест Татарстан. В этом году мы смогли увеличить количество посещений. Это достигло 28 тысяч уникальных посещений из 140 стран. Очень много всего сделано было для предпринимателей. Портал переведен на 11 языков. Причем контент не просто перевод одного материала на 11 языков, а они носят именно целевой характер. То есть, если мы рассказываем о Китае, соответственно, в этом контенте размещена информация, которая касается Китая. Это встречи китайских предпринимателей, встречи с различными делегаций китайских. То есть, он носит целенаправленно, поскольку не всегда есть страновые отличия и различные есть ситуации, поэтому сделали в таком виде. Кроме того, бизнес-гид был сделан, доработан на портале. Инвест-портал, он постоянно дорабатывается. И именно принцип единого окна, он попытались его здесь реализовать для того, чтобы инвестор, заходя на этот портал, он сразу мог и выбрать. То есть, здесь расписаны шаги и, соответственно, получить максимально, какая есть господдержка, какие есть площадки свободные для того, чтобы реализовать свои инвестиционные проекты. Пока оставим картинку для телезрителя. К вам вопрос следующий. Мы в основном сейчас обсуждаем те проекты, которые были и в 2018 году. Какие еще нововведения ожидают предприниматели, которые позволят упростить им жизнь? Вообще, хотелось бы отметить госрегистрацию. То есть, с самого начала бизнеса здесь очень много всего было сделано. Как вы знаете, регистрация юридических лиц должна составлять не более трех дней, что соблюдается в республике. С 1 октября 2018 года было нововведение при подаче документов. Если вам возвращают и у вас обнаружены какие-либо ошибки, то вы уже повторно не платите. То есть, до этого надо было повторно заплатить госпошлину, получается, дважды и, соответственно, исправлять ошибки. Сейчас инспектора возвращают документы, они указывают на ваши ошибки. И, соответственно, в течение трех месяцев будущие предприниматели могут исправить ошибки и донести эти документы. Те документы, которые были приняты без ошибок, они остаются в базе налоговых, их повторно уже нести не надо. С 1 января, если документы на государственную регистрацию подаются в электронном виде, отменяется вообще в целом государственная пошлина. То есть, в электронном виде можно зарегистрироваться, не оплачивая ни рубля. Да, да. И плюс на сайте очень много сделано, всего два шага. На сайте размещена вся информация подробная, как регистрироваться, какие документы, образцы документов. В этом плане очень много всего сделано. То есть, получается, развенчиваемый популярный миф о том, чтобы стартовать в бизнесе, нужны какие-то деньги. Сейчас можно даже без оплаты пошлины получить документы. Да, пошлины не надо платить. Плюс консультационные какие-то услуги можно самому, в принципе, мы проверяем же все это, как государственные органы. Соответственно, тоже залезаем, смотрим. То есть, все доступно и очень понятно написано для предпринимательства в сообществе. Шамиль, буквально минуту до конца эфира. Есть какие-то пожелания к Министерству экономики, что актуально для предпринимателей именно в 2019 году? Только продолжать в таком же ритме и обязательно учитывать, что предприниматели больше знают об оценке рисков, чем сотрудники, которые просто пришли из института, экономисты. То есть, как-то надо внедрить мнение предпринимателей с поля в процесс их помощи им самим же. Спасибо большое. Я думаю, в формате, может быть, круглых столов больше будем проводить в этом году, для того, чтобы услышать предпринимателей и принимать какие-либо меры. Я думаю, что и наша программа в том числе как-то повлияет на подобный диалог. Спасибо вам большое за участие в нем. На этом мы попрощаемся с нашими телезрителями. Это была программа «Главные новости». В студии был Тимур Рага. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин